В один месяц я мог заработать около тысячи долларов. Зарплата 400 рублей и налог выходит 50 рублей. За что? Замечать рабочую ставку и пять пар в университете – это очень проблематично. Привет, меня зовут Егор, мне 18 лет, сам из города Минска, сейчас живу и работаю в Польше. Меня зовут Катя, мне 20 лет, я учусь на журфаке БГУ на специальности информации и коммуникации. Меня зовут Герман Генрих, мне 20 лет, сам я из Жодина, учусь в Белорусском государственном университете культуры и искусств на первом курсе. Вообще я работаю, наверное, с первого курса, но это были какие-то такие маленькие подработки. То есть вести какие-то группы в социальных сетях, что-то там курировать, делать какие-то там дизайнчики за деньги. Вот, ну это в принципе у меня где-то, наверное, лет с 14 было стабильно. То есть какая-то такая маленькая подработка, когда ты сидишь на уроках биологии, у тебя есть кошелек на Яндекс.Деньгах, аккаунт на fl.ru, и ты зарабатываешь бабосики там себе любыми способами. В школьные годы и пилорама, и стройки различные, газон делал, всего понемножку. Надо же было как-то выживать и стараться не зависеть от родителей. Ну вообще, начнем сдалека. Я работаю с 14 лет. Первоначально я хотел купить себе смартфон. Как только появились андроиды вообще на рынке, я очень хотел себе смартфон. И попросил мою маму, чтобы она, может быть, подыскала где-нибудь место работы мне, потому что я все-таки 14 лет. И она меня, короче, устроила на автомойку через знакомых. И кто бы мог подумать, я там лафу не гонял на самом деле, а потратил там нормально. Появился у меня смартфон, и в итоге я просидел в интернете на то время за должности где-то 2 миллиона у меня было. Мне как бы сказали, Егор, раз ты посидел, причем ты понимал прекрасно, что это стоит денег, значит, ты идешь работать. Вот. И я еще раз пошел на автомойку, как бы. И вот тогда я, наверное, осознал всю ценность денег. Когда я поступил в универ наш, то мы учимся там до 12.30, и все, абсолютно свободны. И у тебя половина дня пуста. И ты из-за этого идешь на работу, чтобы заработать денежку и жить уже самостоятельно. Теперь я работаю в KFC на галерее. Я панирую курицу. Вот вся курица, которую вы кушаете, это проходит через мои вот эти руки. Именно в нашем ресторане тяжело тем, что у нас маленький персонал. У меня опухали пальцы от того, что я держу эти курицы. Мне приходилось уходить на больничный, потому что невыносимая боль была в руках. Поначалу усталость, боль в спине, в ногах. Но потом со временем ты уже привыкаешь, и стабильность. Стабильность. И все. Для меня это было очень важно, потому что хочется меньше зависеть от родителей уже и им помогать, потому что они постоянно вкладывают в тебя, вкладывают. И когда у тебя есть девушка, ты хочешь самостоятельно уже водить ее в кино, и при встрече с друзьями собираться за свои деньги. Я работаю в международной благотворительной организации, которая помогает детям-сиротам. Конечно, одной из моих сильных мотиваций было то, что я студент платного отделения. Цены на образование в Беларуси, так скажем, немаленькие, поэтому я хотела помогать родителям нести какую-то ответственность за мое обучение. Но в целом сейчас мы договорились так, что просто я трачу полностью деньги на себя, то есть не беру у них ничего, как-то минимально помогаю с покупками по дому, по хозяйству и так далее. И просто обеспечиваю свой полный жизненный цикл, начиная от путешествий и заканчивая покупкой мандаринов. Как бы я уже понимал прекрасно, что я не хочу сидеть полностью на родительских деньгах. Вот, и решил начать искать работу. Так получилось, что я был как раз в это время в Беларуси, то есть приехал на новогодние праздники, и вот еду я в Варшаву, мне мой лучший друг звонит и говорит, вот я устроился на работу, вот туда. Я говорю, а на меня место будет? Это как бы тоже хочу. И поехал, короче. Поехал я туда, на работу, как бы сразу после пары я вышел туда, на банкет, без опыта официанта, носить подносы с бокалами шампанского под штук 30, блин. Ну вот, и в итоге закончили мы где-то в 2 часа ночи. Приехал домой с утра в университет. Вот, и как бы начал так работать. Ну, работал так примерно месяца 4. На протяжении этих 4 месяцев я понял, что я не хочу так работать. И как бы начал просто изучать разные виды способы заработка в интернете, начиная от рекламы, привлечения посетителей на сайт, то есть вообще разные вещи абсолютно. В итоге поехал в Беларусь, и мы открыли как бы свой магазин аксессуаров для телефонов, то есть чехлы, стекла, ремонт телефонов тоже входил туда. Как бы сейчас этим занимаемся, вот тоже работаем, зарабатываем. Ну вот первая зарплата, ой, это вообще такая ужасная система. Если ты приходишь в МАК, то ты там с первого месяца получаешь 4 рубля в час. У нас, когда ты приходишь в KFC, у тебя первый месяц идет как стажировка, ты получаешь 3.15 в час. И я такой по 12, по 10 часов пахал, 3.15 в час, зарплата у меня выходит 400 рублей, и налог выходит 50 рублей. 50 рублей за что? За что? И ты такой, может, в кино сходим? Нету денег. И выживаешь дальше до следующего месяца. На самом деле до этого у меня была работа, которая не позволяла мне совмещение учебы и работ. Совмещать рабочую ставку и 5 пар в университете – это очень проблематично. Так как я работаю не на полный рабочий день, то я зарабатываю, конечно, меньше, чем другие сотрудники, но это получается… у меня пол ставки и это половина средней белорусской зарплаты. Ну, вообще, мой заработок зависит только от меня, как бы, от некоторых еще факторов. И всегда он разный. То есть в один месяц я мог заработать 100 долларов, в один месяц я мог не заработать ничего, в один месяц я мог заработать около 1000 долларов. Просто у меня главный принцип, что деньги должны быть всегда в обороте. То есть что-то заработал, куда-то вложил. То есть если ты будешь зарабатывать постоянно и сразу это тратить, то есть ты в жизни ничего не добьешься так. Но если ты, конечно, не станешь топ-менеджером какого-нибудь «Газпрома», вот, тогда другое дело. А так, чтобы зарабатывать, надо куда-то реинвестировать, надо куда-то вкладывать, надо постоянно крутиться и ничего не бояться. Я собираюсь на этой работе быть временно, и у нас в университете можно найти, на самом деле, очень хорошие связи, потому что у нас все там крутятся, ОНТ, БТ и так далее. Сейчас будет «Дерзай, первокурсник» у нас, такое мероприятие масштабное. И я надеюсь показать хороший результат на нем и уже какие-то подвязочки уже найти. Моей главной, наверное, мотивацией была какая-то жизненная самореализация. То есть мне нравится чувствовать себя кем-то. И, возможно, я как-то определяю себя в этом мире, исходя из моей профессии, что, в принципе, логично, учитывая то, что на работе мы проводим треть дня, а то и больше. И поэтому, наверное, работать мне хотелось конкретно для этого, чтобы понимать, кто я, что я есть, что я могу и как я себя репрезентирую в этом мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok